12 июня 6-летний мальчик беззаботно катался на этой качеле. Российские войска открыли огонь и мальчик умер практически на месте. Все случилось в считанные секунды, рассказывают соседи погибшего малыша. Они готовили обед во дворе, когда услышали звук взрыва. Мы стояли вот здесь вот с Зиной и тоже неприкрытые были совершенно. И вдруг что-то такое вот пролетело там где-то, и вдруг взрыв вот здесь. Я слышу еще там взрыв, но мы хотели, я Зину толкаю, уйди же, блин, сейчас еще будет взрыв. Ну, как сказать, это произошло мгновенно, это доли секунды. Я выскочил, взрывы прекратились, я выскочил, смотрю, Виктор схватил ребенка. Ну, и понес туда. А сам он тоже был сильно осколками побитый. Ну, вот в таком... А жена и сидела, она осталась без всякого, да? Ну, вот и все. Что можете говорить? Потом я слышу, что у ребенка, она болтается нога, и руть пробита осколком, насквозь. Ну, вот и все. Ну, так жалко, это ребенка, блин. Жаль, когда дети гибнут из-за... Ну, я не могу сказать, что недоумков. Принцип каких-то руководителей, что хотят прославиться в истории, а стать в истории событием каким-то. Вот он был человек. Ну, шо б ты, гад, сдох сегодня же. Ребенка похоронили в этот же день. Похерили на кладбище. Я ему сделал крест, написал. Ну, как мог. Я художник-оформитель, обязан был это сделать. Что написали? Ну, призвище, имя. Это я соблю, расстал. Соседи все еще не могут поверить в случившееся. Мама погибшего малыша уехала в Бахмут. Не смогла дальше оставаться в Лисичанске, где все напоминает о ее сыне. Очень умный мальчик, красивый. Очень красивый мальчик. Такой разумный и так говорит хорошо, четко. Ну, такой, вы знаете, я говорю лично, мордашечка такая аккуратненькая. Ну, вот как выточенная, знаете, как на станке специально выточили все это. Очень красивый мальчик. Да, всегда бежал мама. Просто вот, я же говорю, казалось бы, ну, чужой ребенок, да? А вот, чужой, говорю, не бывает. По словам женщины, еще пятерых соседей в этот же день увезли с осколочными ранениями в Бахмутскую больницу. Несколькими улицами ниже у мужчины одновременно погибли мать и отчим. Вон, видите, как у порова, короче. Ну, так бы, ну, чтобы ничего. Вон, и половину двора, короче, снесло. Вот, смотрите, видите. Двор снесло. Вот, тут Коля лежал, вот этот, ну, отчим мой. Вот тут лежал, вон. Там и присыпали песочком. А тут мамуля моя лежала. Это сюда прилетело. А во сколько это все было примерно? Ну, это где-то было, короче, часа в четыре дня. Но меня не было дома. Я как раз попросил меня один человек, я ему взял две баклажки водички, короче, носил на соседнюю улицу. А потом, а батя ходил, короче, это. Ну, а потом говорит, что вот отсюда из-за Донца, говорит, три прилета. Максим похоронил мать и отчима прямо в огороде. Мои два человечка, короче, я захоронил. Мне пацаны помогли, короче, захоронить. Моих два человечка. Точное количество погибших в Лисичанске за время полномасштабного вторжения Российской Федерации подсчитать пока невозможно. Ведь людей хоронят в полисадниках, огородах, а некоторых не могут достать из-под завалов. Максим показывает свою улицу. На горизонте видно, как горит северодонецк. Вот дом, короче, полностью сгорел. И кухня, короче, в этом доме, короче, сгорела. Больше двух месяцев в Лисичанск без света, воды, газа, интернета и связи. Аптеки не работают. Продукты в город привозят волонтеры. Временные трудности людей не пугают. Говорят, и готовы потерпеть, если бы не ежедневные обстрелы со стороны россиян. Дмитрий рассказывает, пытался помочь раненому украинскому военному и в итоге пострадал сам. Сейчас 20 назад. Солдата, да, ударила в голову, короче, побежал тянуть его. И тут прилетело, мужика разорвало, мне в жопу. А вы помогли украинскому солдату? Да, да, бросился с зеленкой, с сиодом, со всем этим. И только к нему, к голове его, и сразу придет. И по мужику, и по собаке, и по мне. Он не выжил. Ну, на Краматорск повезли. Люди говорят, завезли нож там, что-то. Ну, короче, в затылок. Мозги из шапки остались. А вас прооперировали. Несложная операция, видимо, была. Ну, от кого ли что-то на сколок вытащили? Разве не чувствуешь. Думал, просто запнул, пожалуйста. После возвращения в Приволе Дмитрий обнаружил, что его дом сгорел. Тогда и решил уехать эвакуационным рейсом сначала в Краматорск, а оттуда в Днепро. Спасатели ежедневно вывозят людей из Лисичанска, хоть трасса постоянно простреливается. В прошлом месяце в бронированной эвакуационной машине погиб французский журналист. После этого место и время эвакуации стараются не разглашать, чтобы не подвергать риску жизни людей. Анастасия Волкова, специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA.